Всем привет! Я учитель информатики ФМН НИШ города Ак-Тюбе Кабакбаева Лизат Николаевна. Я хочу представить вам сегодня урок программирования циклических алгоритмов процедурным программированием. Странно! Кажется, я заблудился! Послушай, попугай, а почему бы тебе не полететь? Почему бы мне ничто не полететь? Раз-раз и там. Как это? Полетел, полетел и сел. Вы что? Вы с ума зашли, да? Ну, у тебя же есть, извините, эти... Какие эти? Ну, эти... А-а-а! Крылья? Есть. Ну и что? Так лети! Лети? Куда? В гнездо. Раз-раз ты там. Нет-нет-нет! Спасибо! Спасибо, я... Лучше пешком. Может, ты не умеешь? Я? Ты! Не знаю. Я не пробовал. А ты попробуй. Боюсь. Чего ты боишься? А вдруг получится? Я упаду. Ты полетишь? Почему вы так думаете? Потому что мы верим в тебя. Запомни это навсегда. Себя покидеть важно. Не сомневайся никогда. Не бойся быть отважным. А если сомневаешься и сделать не решаешься, То надо же, то надо же, когда-нибудь начать. Давай, надо мучиться. Попробуй, не получится. А вдруг-то не получится. Попробуешь опять. Ну, давайте начнем с повторения. С какими алгоритмическими структурами мы знакомы? Что такое линейный алгоритм? Какая форма организации действий называется ветвлением? Итак, ветвление – это такая форма организации действий, При котором в зависимости от выполнения или от невыполнения некоторого условия Совершается либо одна, либо другая последовательность действий. Как оформляется в алгоритмах ветвление в неполной форме и в полной форме? Давайте теперь с вами поиграем в игру. Я задумываю число от 1 до 100 И прошу вас отгадать это число. Мною загаданное число 17 Кто-либо из ребят называет число, допустим, 51 После первого ответа, если число не отгадано, возникает неопределенность действия Возникает проблема, что же делать дальше? И ответ приходит сам Нужно вернуться назад и назвать новое число И так продолжается несколько раз до того, как мы отгадаем это число Какие жизненные примеры вы можете привести, используя неоднократный повтор действий? Циклические алгоритмы в процедурном программировании И целью сегодняшнего нашего урока Является писать алгоритмы в виде списка команд Блок схем программного кода Писать программный код с использованием операторов цикла Анализировать основные решения задач Строить алгоритмические модели задач с использованием процедурного языка Какие образы впечатления у вас вызывает слово «цикл»? Попробуйте, пожалуйста, сформулировать определение цикла Итак, циклический алгоритм Это алгоритм команды, который выполняется несколько раз подряд В языке Pascal имеется три различных оператора цикла Во-первых, это оператор цикла с параметром Во-вторых, это оператор цикла с предусловием И в-третьих, это оператор цикла с постусловием Рассмотрим каждый из этих операторов по отдельности Итак, начнем с оператора цикла с параметром Оператор цикла с параметром применяется тогда Когда заранее известно число повторений одной и той же последовательности оператора Начальные и конечные значения параметра цикла Могут быть представлены константами, переменными или арифметическими выражениями Цикл с параметром выглядит в двух видах Это, во-первых, прямой цикл и обратный цикл Прямой цикл Записывается параметр цикла То есть дается начальное значение до конечного значения И до тела цикла Описывается тело цикла Обратный цикл вместо слова to используем don't to То же самое, да? For-параметр начальное значение дает Don't to, до конечного значения, до и тело цикла Причем тело цикла, начальное значение должно быть больше или же равно, чем конечное значение Цикл с параметром, во-первых, для того, чтобы выполнить операцию с циклами параметра Во-первых, нужно задать начальное значение параметра цикла Во-вторых, проверить условия продолжения выполнения цикла В-третьих, выполнить тело цикла, действия, необходимые для решения задачи И в-четвертых, задать новое значение параметра и перейти к выполнению шага 2 Для примера давайте возьмем вычисление суммы от 1 до n членов Вычислить сумму s равно 1 плюс 2 плюс 3 плюс и так далее плюс n значение Программа ваша будет выглядеть таким образом Программ, задача, далее описываем переменные В переменах значит var, n это у нас будет конечное число, которое мы будем с вами задавать Допустим, это будет 10, то есть если мы зададим 10 чисел Тогда будет 1 плюс 2 плюс 3 плюс и так далее плюс 10, последнее число s это полностью сумма, а i мы возьмем счетчик, то есть каждое из этих чисел Тело программы будет выглядеть таким образом В write введите число n, число n это наше конечное число Read, learn, n, читаем это n Так как мы находим сумму чисел, тогда первоначально сумма будет равна нулю Нужно запомнить, если мы находим сумму чисел, тогда s присваивает 0 А если мы находим произведение, тогда p у нас будет присваивать значение Так как при складывании любого числа на 0 мы получаем то же самое число Значит, s присваивает значение 0, for, для i, начиная свое значение от единицы to n То есть начиная от единицы до того числа, которое мы с вами зададим s присваивает значение s плюс i Это говорит о том, что первоначальному числу мы будем складывать каждое последующее число И выводим число s, то есть выводим с сумму Теперь, допустим, перед вами стоит следующая задача Мой богатый дядюшка подарил мне 1 доллар в мой первый день рождения В каждый следующий день рождения он удваивал свой подарок и прибавлял к нему столько долларов, сколько лет мне исполнилось Написать программу, указывающую, к какому дню рождения подарок превысит 100 долларов Для того, чтобы решить данную задачу, давайте с вами составим алгоритм То есть каждый день рождения мы будем обозначать i и сумму будем, то есть сколько денег он давал, мы будем обозначать через s Здесь у нас стоит проблемный вопрос И для того, чтобы решить такие вот задачи, мы с вами рассмотрим цикл с предусловием Для этого нам нужно будет рассмотреть следующий цикл, это цикл с предусловием Цикл с предусловием, это цикл, в котором тело цикла выполняется только в случае выполнения условия Если условие становится неверным, то работа цикла прекращается и управление передается команде, следующей сразу за циклом Синтаксис оператора выглядит while, ставится условие, do и выполняется тело цикла Блок схемы, здесь блок схемы, как видите, немножко похож на блок схемы команды ветвления То, что у нас есть да и нет И то, что выполняется тело цикла, то есть возвращаемся обратно назад Так, теперь в первый день рождения дядюшка дарит нам 1 доллар В каждый последующий день рождения, вот структура, алгоритм действий данной программы Он удваивал, в каждый последующий он удваивал нашу сумму и прибавлял к нему столько лет, сколько нам исполнилось То есть первый год это будет 1 доллар, во второй год это будет 4 доллара, в третий год это будет 11 долларов и так далее То есть превышает у нас, когда нам исполнится 6 лет, дарит он нам 120 долларов Теперь нужно будет использовать данный алгоритм действий, составить блок схему этой программы Ужасно, интересно, все то, что неизвестно Ужасно, неизвестно, все то, что интересно Давайте лучше спросим у попугая Давайте, давайте спросим у меня Спрашивайте Я хочу измерить свой рост Ты не мог бы мне помочь Могу Ваша блок схема выглядит таким образом Сравниваем блок схемы, который у нас получился Используя данную блок схему, я предлагаю составить программный код Используя данную блок схемы, который у нас получился 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 Спасибо. 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 И это мы заключаем в теле цикла. То есть тело цикла у нас здесь начинается со слова begin и заканчивается end. Выполнение тела цикла – это идет у нас в выполнении суммы s равно s плюс i и счетчик чисел, да, i равно, i присваивает значение i плюс 1. После этого мы пишем . Сумма чисел равных s и end. И следующий цикл, который мы с вами рассмотрим, это цикл с постусловием. Если же в цикле с предусловием условие ставилось в начале цикла, то в цикле с постусловием условие будет ставиться у нас в конце цикла. То есть цикл с постусловием это цикл, в котором тело цикла выполняется до тех пор, пока условие заданное после тела цикла не станет верным. Если условие становится верным, то работа цикла прекращается и управление передается команде следующей сразу за циклом. Синтаксис оператора выглядит таким образом, то есть пишется repeat, тело цикла выполняется дальше, until и ставится условие выполнения данного цикла. Блок схемы, вы видите, что тело цикла выполняется до тех пор, пока условий нет, неверно, нет. Если же условие уже выполняется, тогда выходим из тела цикла. Этот же пример вычисления суммы первых n чисел. Теперь запишем программу с использованием оператора repeat. Как вы видите, изначально до i равен 1 у нас точно такая же программа, как и с использованием while. Только вместо while мы здесь написали repeat, то есть открываем цикл. s присваивает значение s плюс i, то есть каждое предыдущее число будем складывать со следующим числом. А для того, чтобы получить следующее число, мы первоначально прибавляем единичку. И данный цикл будет выполняться до тех пор, пока i у меня будет, не будет больше, чем n. То есть если у меня здесь будет 10 плюс 1, 11, и 11 больше, чем, допустим, 10 условий, тогда мы выходим уже из тела программы. Давайте теперь сравним цикл с предусловием и цикл с постусловием. То есть цикл с предусловием while, пока условие истинно выполняется, и цикл с постусловием repeat до истинности условия. Что общего между этими двумя циклами? До начала цикла должны быть сделаны начальные установки переменных, управляющих условием цикла для корректного входа в цикл. В теле цикла должны присутствовать операторы, изменяющие переменные условия так, чтобы цикл через некоторое число повторений завершился. И можно использовать сложные условия. Теперь характерное для цикла с предусловием while. Цикл работает, пока условие истинно, пока true. Условие пересчитывать каждый раз при входе в цикл. Цикл завершается, когда условие становится ложным, то есть false. Тело цикла может не выполниться ни разу, если исходное значение условия при входе в цикл false. Если в теле цикла требуется выполнить более одного оператора, то необходимо использовать составной оператор. То есть, если в теле цикла while у вас описывается несколько операторов, тогда вы обязательно должны его заключить между begin и end. Теперь, что характерно для оператора цикла с постусловием repeat. Цикл работает, пока условие ложно, пока false. Условие пересчитывает каждый раз при входе из цикла. Цикл завершается, когда условие становится истинным, true. Тело цикла обязательно выполнится хотя бы один раз, независимо от условия. Использование составного оператора не требуется, так как их роль играют служебные слова repeat и until. Давайте теперь проверим себя. Сколько раз выполнится цикл? Если же а присваивает значение 5, b присваивает значение 7. Повторяем. Пока, вернее, а меньше, чем b. То есть, 5 меньше 7. А присваивает значение а плюс 1. То есть, 5 плюс 1, получаем 6. 1 раз выполнится. 6 меньше, чем 7. 5 прибавляем 1, получаем 7. А 7 меньше, чем 7. Нет, равно, значит, выполняется у нас 3 раза, да? Следующее условие. А присваивает значение 5, b присваивает значение 7. Пока 5 меньше, чем 7. Выполняется один раз. 5 плюс 7, получаем 12. 12, не меньше, то есть, уже до мы уже не заходим в оператор цикла, да? То есть, в данном случае у нас выполняется один раз цикл. Следующее. А больше, чем b. 5 больше, чем b. Нет, да? Значит, это условие не выполняется, то есть, цикл не выполняется ни один раз, значит, здесь ответ у нас будет 0. Теперь с использованием оператора repeat. Даются значения 5 и 7. 5 плюс 1, получаем 6. 6 больше, чем 7? Нет. То есть, мы уже один раз выполнили, возвращаемся. 6 плюс 1, получаем 7. 7 больше, чем 7? Нет, оно равно, значит, мы идем третий раз, да? Здесь у нас будет ответ 3 раза выполняется, да? Следующее. А плюс b, то есть, 5 плюс 7, получаем 12. Один раз выполнили. 12 больше, чем 7? Да, значит, здесь у нас идет ответ один раз выполняется. И, в-третьих, 5 плюс 7, получаем 12. 12 меньше, чем b. Нет, значит, оно будет выполняться у нас бесконечный раз. Так, следующая задача. Когда Василисе Премудрой исполнилось 18 лет, Кощей бессмертно решил взять ее замуж. Василиса спросила, сколько у Кощея сундуков с золотом. Кощей сказал, что у него 27 360 сундуков полных, и каждый год прибавляется еще по 33 сундука. Василиса обещала выйти за Кощея тогда, когда у него будет 30 тысяч сундуков полных золота. Сколько лет будет невесте Кощея в день свадьбы? Далее я предлагаю для закрепления изученного материала решить разноуровневые задачи. Первый уровень сложности. Значит, вам нужно будет найти среднее арифметическое n первых натуральных чисел. И, во-вторых, составить на Паскале программу для вычисления суммы ряда. Число n вводится с клавиатуры. Протестировать программу для n равной 1, n равной 2, n равной 4 и n равной 6. Правильность ответа вы можете проверить с помощью калькулятора. Второй уровень сложности. Написать на Паскале программу, которая запрашивает с клавиатуры n произвольных целых чисел и ищет их сумму. Число n вводится с клавиатуры. Разработать для созданной программы не менее трех тестов и проверить на них правильность работы алгоритма. Одноклеточная амеба каждые три часа делится на две клетки. Определить, сколько амеб будет через 3, 6, 9, 12 и 24 часа. Дано натуральное число n и действительное число x. Вычислить сумму ряда синус x, синус плюс синус 2x, плюс синус 3x и так далее, плюс синус n умноженное на x. Протестировать программу для x равное 1,5 и n равное 3. Проверить правильность ответа на калькуляторе. И третий уровень сложности. Написать программу для вычисления n степени числа а в n степени. Протестировать программу для а равное 3 и n равное 4, а равное 2 и n равное 5. И вторая задача. Дано натуральное число n вычислить сумму ряда. s равно плюс 1 факториал, плюс 2 факториала, плюс 3 факториала и так далее, плюс n факториал. Причем n должно быть больше единицы. Протестировать программу для n равное 3 и n равное 5. Где и как применяются циклы? В литературных произведениях, в социуме, в природе, в школе. Циклы применяются в литературных произведениях, допустим, сказка о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина, в природе смены времен года, в социуме, воспитание подрастающего обучения, в школе, ежедневное посещение уроков, выполнение домашнего задания. Теперь графический диктант со взаимопроверкой. То есть, если же вы согласны с данным утверждением, вы ставите плюс, а если же не согласны, ставите минус. В теле цикла со счетчиком имеется возможность использовать несколько, а не один оператор. Оператор for n равное 3, do, 5, do, write n записан верно. Табуляция функции нахождения всех ее значений при определенных значениях аргументов. Для использования цикла со счетчиком необязательно знать и невозможно вычислить количество повторений. Для того, чтобы тело цикла выполнилось при уменьшающих значениях в параметрах цикла, необходимо использовать в записи данного оператора слово don't do. Если отметили, теперь проверим. В теле цикла со счетчиком в первом ставим плюс. Имеется возможность использовать несколько, а не один оператор. Правильно. Оператор for n равно 3 to n, to, 5, do, write n записан верно. То есть, это неправильно. Don't do n присваивать значение 3. Табуляция функции нахождения всех ее значений при определенных значениях аргумента. Утверждение верное. Плюс ставим. Для использования цикла со счетчиком необязательно знать и невозможно вычислить количество повторений. Неверное утверждение. Для того, чтобы тело цикла выполнилось при уменьшающих значениях параметров цикла, необходимо использовать заданного оператора слово don't do. Верно. Итак, рефлексия урока. Что нового вы узнали? Какие знания вам помогли усвоить материал? Что, на ваш взгляд, вам удалось освоить лучше, а что нет? Над чем вам необходимо поработать? Оцените свою работу на уроках. И задание на дом. Во-первых, нужно будет вам составить блок-схему и программу задачи. Ученик в первый день выучил 5 английских слов. В каждый следующий день он выучил на 2 слова больше, чем в предыдущий. Сколько английских слов выучит ученик в 10 день занятий? И вторая задача – приготовить ряд задач, применимых только для данного вида цикла. Литература, которую использовали в сегодняшнем уроке. Все материалы урока вы можете найти на портале по адресу model.niseedu.kz Спасибо за внимание. До свидания.